Разрешите мне продолжить наш цикл «Композитор Иван Соколов о музыке», лекция номер 154. Очень важный переломный момент в нашем цикле, в нашем курсе лекций происходит. Вот 151-я лекция была завершающая по творчеству Рахманинова. Вот эти вот две группы, Скрябинская и Рахманиновская группа лекции закончились. Потом были две промежуточные лекции о разных редакциях хорошо темперированного клавира, такая, как бы связанная с ответами на вопросы, возникшая. Мы тоже ей дали 152-й номер. И лекция о Брукнере так тоже возникла. И такая пауза немножко в нашей хронологии возникла. И вот мы от Рахманинова переходим к Прокофьеву. Почему такой резкий переход? Потому что Рахманинов уже, по моему глубочайшему убеждению, которое я еще раз попробую сейчас доказать, он уже относится к 20 веку, к современной музыке. Хотя вроде бы он гораздо менее, ну, внешне, так сказать, на поверхностный слух менее современен, чем поздний Скрябин, например. Вот. И я уже давно говорил о том, что Скрябин относился к музыке серьезно, прямо. Это было такое прямое отношение к философии музыки, к ответу на вопрос, что такое музыка. Он говорил, музыка идет от Бога. И вот эта вот теория мячика Владимира Мартынова. В музыке Скрябина мячик уже прямо идет, и заканчиваются какие-то беззвучные хоры. Скрябин практически 4.33. Скрябин практически закончил на 4.33. И мы потом будем Кейджа разбирать. И мы поймем, что эта беззвучная пьеса Кейджа 4.33 и ее продолжение 0 минут, 0,0 секунд, в которой Кейдж пишет одну фразу, производить любую акцию в любой отрезок времени. И это сочинение Кейджа 0 минут, 0,0 секунд. Мы его сейчас играем. Все человечество его играет всю жизнь, с начала до конца. И будет играть. Это сочинение Кейджа 0 минут, 0,0 секунд. И в сущности это сочинение Кейджа – это абсолютно то же самое, что вот та самая неосуществленная мистерия Скрябина. Кейдж осуществил одной фразой, Скрябин пытался, предварительное действие хотел писать лет 20 или 15. А Кейдж взял вот так вот одну фразочку, и все то, что хотел сделать Скрябин, он, в общем, гораздо проще, легче сделал. То есть это глубинная связь между этими двумя ключевыми такими фигурами. Я бы сказал, Бах, Скрябин, Кейдж. Об этом можно отдельно разговаривать, мы еще поговорим об этом отдельно. Но Скрябин дошел до некоего какого-то вот поворотного пункта, именно поворотного в пути этого мячика. Мячик стал отскакивать. И почему Скрябин и Рахмаринов по всему, по внешнему, по характеру, по складу своей музыки, они очень противоположны при абсолютной гениальности каждого из них. Скрябин идет, как бы мячик идет вниз, а музыка Скрябина идет вверх. Такой парадокс, да? Рахмаринов уже понимает, что вот этот вот прямой путь развития музыки от Бога к человеку закончен. Вот. Уже гармония вся. Конечно, еще будут какие-то там несколько десятилетий, они будут и, так сказать, потрачены на додокофонию, на микрохроматику, на электронную музыку. Но в сущности уже он почувствовал этот конец. Он в сущности уже забежал вперед. Музыкант забежал вперед. Стадиальное отставание музыки в данном случае, понимаете, не проходит. Он настолько... Почему? Потому что он был философ. Он был гениальный мыслитель в области эстетики Скрябина. Так же, как и Кейдж. Он понимал, куда пойдет музыка после него. А Рахманинов был музыкант. Скрябин тоже был музыкант. Это понятно, да? Рахманинов был гениальный музыкант, который... Как он говорил, Рахманинов, «Я на 90% музыкант, на 10% человек». Вот даже так. А уж философ, эстетик... Скрябин бы так никогда бы не мог сказать. Про Скрябина, наоборот, говорили. Да он же даже вроде бы как бы и не музыкант, этот Скрябин. То есть его музыка настолько философична, настолько содержательна, настолько обросла вот этими вот... Обросла семантикой, какими-то словами, объяснениями, трактовками, что она без них как бы немножко что-то как будто бы теряет. И вот это вот движение Скрябина обратно, он как бы вот забыл о том, что есть какие-то философские идеи. Как будто бы забыл. На самом деле они есть. Рахманинов. И мы слушаем его музыку как чистую музыку. Мы купаемся в море эмоций, в море чувств. Мы наслаждаемся. И только в очень небольшом количестве сочинений, таких, например, как проанализированная нами этюд-картина «Опус 39, номер 7», мы там чувствуем вот эту философию, эту тайную какую-то мысль, которая за этими звуками стоит. И тут же мы понимаем, это какой-то уже не тот Рахманинов. Это уже не совсем Рахманинов. И вот именно тут, в этой этюде-картине «Опус 39, номер 7» Рахманинов выворачивает наизнанку абертоновый звукоряд. Он даёт нам вместо квинтовой системы от тоники к доминанте как шёл Скрябин всегда. Он даёт нам субдоминанту. Он даёт нам обиходный звукоряд. Он выходит, так сказать, обратно через этот абертоновый звукоряд в иной мир через старину, через обиходный звукоряд, который, он, конечно, не субдоминантен ни в коем случае, но с точки зрения музыканта начала XX века, да и с точки зрения нас тоже, он, конечно, субдоминантов, субдоминантов этот обиходный звукоряд. Он модулирует в соль, до, фа. Субдоминанты наслаиваются одна на другую. И эта субдоминантовость, она, конечно, идёт от русской народной песни, рахманиновская, но с другой стороны, она, безусловно, идёт от этого положения в музыке, в искусстве, когда уже доминантовость оказалась исчерпана Скрябином в Прометеевском аккорде. Скрябин тоже понял это. Он тоже гений, и он тоже пошёл по тому же, собственно, пути, что и рахманинов в своей десятой сонате, которая тоже субдоминантова, тоже вывернута наизнанку. И в этом глубочайшее единство этих двух совершенно, так сказать, различных композиторов, что они поняли некий тупик, к которому пришла музыка. Не только в смысле эстетики, в смысле эстетики, в смысле, так сказать, какой-то, так сказать, содержательности общей, внешней. Это мы сейчас будем говорить об этом. Но они поняли чисто утилитарно, в смысле просто обычной музыкальной гармонии. Оба одинаковые вещи поняли, что музыка пришла в тупик. И вот если Скрябин только нащупал в десятой сонате, в поздних прелюдиях 74-го, прежде всего, опуса, вот этот тупик и способы выхода из него, то рахманинов уже всё своё творчество, он всего присвятил этому выходу из этого тупика. Он всего на год младше Скрябина, но на целое поколение впереди его стоит. по подходу к музыке, по отношению к музыке. А тот, кто абсолютно уже дальше пошёл, тот, кто вывернул обертоновый звукоряд уже окончательно, наизнанку, был как раз Сергей Сергеевич Прокофьев. Вот. Год рождения – 1891. Смотрите, 18 лет отделяют рождение Прокофьева от Рахманинова. 18. Вы спросите, почему я пропускаю Игоря Стравинского в этом, так сказать, якобы последовательном движении, так сказать. Я пропускаю Метнера, который 80-го года. Я пропускаю Мисковского, который 81-го года. И Стравинского, который 82-го года. Во-первых, потому что мы ещё займёмся Стравинским отдельно. К сожалению, у него есть фортепианная музыка, но я её мало играю. И мои отношения с Стравинским – это особая, так сказать, история. Ни в чью музыку я не был так влюблён, как в музыку Стравинского вот в период примерно с 13 до 25, скажем так, лет. Вот у меня была, знаете, болезнь. Стравинская мания какая-то такая вот. Вот. Всё это время. И главное, что я всё это время пытался головой понять, откуда она взялась и что мне с ней делать. И не мог ничего ответить мне. Почему я так люблю Стравинск? Это просто меня мучил. Пока я его в какой-то момент не разлюбил постепенно, так сказать, как-то на спад. Пошли какие-то другие, пошли композиторы. Может быть, именно поэтому я его мало играл. Вот. Как-то так у меня такое всегда, когда я кого-то особенно сильно любишь, то не можешь ничего сыграть, потому что захлёбываешься. Слушаешь, эмоции мешают. С Прокофьевым было проще. Вот тут можно сказать так. Мы сейчас пока оставим за скобками Метнера и Мисковского. Они ну, я потом, может быть, отдельно о каждом лекцию, может быть, не больше одной лекции прочту, потому что при том, что они абсолютно гениальные композиторы, это понятно, даже не обсуждается. Вот. Всё-таки мы, так сказать, с вами не раздаём, так сказать, всем сестрам по серегам вот этому там пять лекций, этому десять, этому одна, значит, значит, этот хуже. Ничего подобного. Просто вот так получилось. Просто я рассказываю о том, о чём мне интересно. Я рассказываю о том, как музыка меня коснулась в этой жизни, в моей. Сейчас мне хочется именно сделать такой переход от Рахманинова к Прокофьеву. Даже, может быть, знаете ещё и почему? Потому что если мы посмотрим всё-таки на уровень популярности, на уровень любви человечества к музыке, то вот эти два композитора Рахманинов и Прокофьев, они довольно далеко впереди идут. Всё-таки Стравинского, даже Скрябина и уж точно Метнера и Месковского. Вот что любопытно. И ответ на этот вопрос – а почему? А почему? Что? И вообще, так сказать, не случайно ли это? Не является ли это некой рекламной акцией? Мне почему-то кажется, что нет. Мне почему-то кажется, что есть какая-то естественная, естественная, вот как с Бахом получилось. Вот пришло время Баха, вот открылся мир, доросли мы до его музыки. Вот сначала через Бетховена, Шумана, Мендельсона, а потом уже, так сказать, через Шопена и так далее. Немножко ресничка попала в глаз. Кстати, у Прокофьева постоянно попадали в глаза ресницы. Он постоянно пишет об этом в дневниках. Почему мне сейчас попала в глаз ресница? Это потому, что я читаю лекции о Прокофьеве. Понимаете? Это не случайно. Какая-то такая была проблема. Я подготовил дневники Прокофьева. Никаких проблем у него с глазами не было, кроме, видимо, близорукости. Очки уже на молодом возрасте носил. Но вот что-то такое ему мешало, какие-то такие мелкие проблемы. Тоже, казалось бы, очень-то трудно провести линию. В середине XX века в конце считалось, что Рахманинов и Скрябин, особенно Рахманинов, это некое завершение романтизма, XIX век. Ну, а Прокофьев это уже, так сказать, XX век с его брутальностью, с его грубостью, с его ударным отношением к фортепианам. Вот эти все, конечно, в общем-то, верные вещи. Но потом постепенно в конце XX, начале XXI века начало отношение к истории русской музыки перестраиваться. Во-первых, Рихтер, который прекрасно знал лично Прокофьева, который огромное количество музыки сыграл и Рахманинова, и Прокофьева, он первый стал говорить, что в музыке Прокофьева чувствуется Рахманинов. Никто об этом не говорил. А почему? А потому, что Прокофьев этого не хотел. Рахманинову было все равно, он был старше, вот, а Прокофьев стеснялся, вот, и он как бы избегал этого. И, конечно, отношение между Прокофьевом и Рахманином, это отдельно, отдельная, очень длинная история о том, как молодой Сергей Сергеевич пишет в дневниках, но он в 40-х годах написал свою автобиографию. Мне в детстве музыка Рахманинова казалась написанной, особенно его мелодии, они казались мне написанными для голоса с небольшим диапазоном. Вот, эти все... Он не понимал, что здесь опихотный звукоряд, здесь вот эта вот сдержанность суровая, и что именно вот это брутальное стремление куда-то вверх к каким-то космическим мирам Прокофьевским уступает Рахманиновской строгости вот этой вот невероятной сдержанности и суровости его образного мира, вот это, вот, и церковности, связи с церковью. Вот, потом он, конечно, все это понял, и уже ранние сочинения Прокофьева, например, первый фортепианный концерт, там уже кое-что можно найти рахманиновское, чайковское, романтическое, но потом, конечно, у него, его, так сказать, ранних фортепианных произведениях захватывает, заливает все вот это вот брутально, токатно, авангардная, мощная, так сказать, ударная волна, которую все потрясались, поражались, кричали, шумели, это была сенсационная музыка, авангардная, неспровергающая, новаторская, футуристская, как хотите, назовите, и это было то, так сказать, что сделало из Прокофьева Прокофьева. Почему-то вот проходит время, это как-то все слабеет, ну, еще пятый концерт немножко написан в этом духе, а потом как-то все, вот мысли, в начале 30-х годов какие-то новые волны, и вот вы знаете, что он, значит, жил в России, потом наступил, так сказать, средний период европейский с 17-го примерно по 33-й годы, и последний период, 33-й тире 53-й год, его смерть, вы знаете, что Сталин умер в один день с Прокофьевым, такое совпало с этим небольшое событие в истории, грандиозный композитор Прокофьев скончался, и кто-то еще там вместе с ним в этот же день представил Богу душу. И вот с 33-го года по 53-й, это 20 лет вот эти, вот, как раз-таки поздний, третий период, опять русский, и в этот третий период музыка Прокофьев делается более сдержанной, эмоциональной, строгой. Конечно, финал седьмой сонаты, конечно, вспышки есть, но появляются девятая соната, появляются велончельные сонаты, какие-то более мягкие такие поздние, седьмая симфония, такие вот вещи. Вот именно этот поздний период как раз-таки с Рахманиновым больше ассоциируется. любовь к России. Мы потом будем думать и говорить, а почему Прокофьев вернулся, а почему вообще он туда уехал, вот, и как он туда уехал. Это очень интересная тема, такая трехчастная форма его жизни. Он все время следил за тем, что делает Рахманиновым. Он пишет, что я наслаждался вторым концертом. Где-то он слышал второй концерт еще до революции. Рахманинова и пишет, как он на него прекрасно воздействовал. Потом замечательная, конечно же, история о том, как когда умер Скрябин, Рахманинов играл его музыку и очень много играл музыку своего друга. И все фанаты музыки Скрябина, там же была грандиозная, так сказать, пропасть, были фанаты Скрябина и фанаты Рахманинова. И вот они, так сказать, чуть ли не враждовали друг с другом. И, значит, когда вдруг Рахманинов играет Скрябина, они собираются и, так сказать, как же будет играть Рахманинов Скрябина? И Прокофьев пишет, что я сидел в зале и отвечал. Но они как бы такие разные, диаметрально противоположные. Неужели это возможно? И вот пишет Прокофьев, концерт закончился, в зале наступило неистовое, дикое возбуждение. Кто-то кричал, я пойду в артистическую, я, наконец, объяснюсь с ним. Все держали этого человека за фалды, боялись, что он сейчас начнет бить Рахманинов, что-то такое невообразимое, сумасшедшее, эмоциональное. И Прокофьев, размышляя о том, как все-таки музыка Скрябина прозвучала в исполнении, потому что исполнение меняет, оно может диаметрально изменить музыку композитора, тем более, если играет гений. А Рахманинов все играл как свое сочинение. Вы послушайте, как Рахманинов играет фадеяс минорную прелюдию Скрябина. Вот эту прелюдию. Это единственное, что осталось в записи от Скрябиниана Рахманинова. Было два концерта, две программы. И как эта вещь похожа на самого Рахманинова. И вот он приходит в артистическую Сергей Сергеевич молодой, пламенный, 24-летний. И говорит Рахманинову поздравляю вас Сергей Васильевич и все-таки вы хорошо играли Скрябина. И значит Рахманинов обиделся на это слово все-таки и прервав разговор с какой-то значит дамой сказал а вы что думали что я буду плохо играть Скрябина да? Вот и повернувшись к ней сказал эту молодежь надо осаживать вот значит 25 лет Прокофьеву и там 30 40 42 года Рахманин тоже тоже мне уж старичок да? Прокофьев значит так сказать уехал как вы знаете он уехал в Америку сначала уехал на Запад очень трудно было жить в России ну не только ему революция наступила 17-й год просто голод вот и он ну он в дневниках пишет так мне вообще давно хотелось посмотреть мир они как-то никто не говорил что это вот мы удираем из Савдепии как он сам писал удрал из Савдепии удираем из Савдепии потому что так сказать революция потому что могут просто тебя кокнуть вот а вот как-то они эту мысль так сказать прямую от себя отгоняли хочется посмотреть на конец мир хочется попасть в Южную Америку в Бразилию хочется пожить писал Прокофьев это очень подходило к его молодому так сказать бесшабашному нраву к его неуемной энергии к кипучему здоровью к силам и он поехал на поезде через всю Россию на восток Транссибирский экспресс причем потом оказалось что это самый последний вообще поезд был который дошел до Японии до Владивостока вот он обменял там доллары по очень невыгодному курсу все это в этих дневниках подробно описано вот вот в этих дневниках вот и писал в поезде прозаические рассказы очень интересные в стиле Бориса Зайцева они потом опубликованы очень интересная проза был любопытный писатель Сергей Сергеевич Прокофьев и после каких-то там месяцев проведенных в Японии в Канаде чуть-чуть совсем несколько дней оказался в Америке в Сиэтле потом вот в 18-м году на Пасху он предпринял это путешествие а с лета осени 18-го года он значит попал в Америку и вот как раз таки начинается его жуткое совершенно ну как сказать жуткое в дневниках видно что он был неуемный оптимист но немножко делается как-то странно в кармане абсолютно не гроша но вокруг полно русских все его субсидируют хотя он дико стыдится занимать деньги вот если кто-то ему предлагает он отказывается например ему предлагают записать на фонограф какие-то свои сочинения вот он пишет сегодня утром у меня в кармане 20 центов питался вчера печеньями какими-то оставшимися от чего-то там пошел на звукозаписывающую фирму мне предложили записать мои произведения там за сейчас не помню может за 100 долларов я предложил 500 то есть он не хочет эти 100 долларов хотя у него там ничего нет абсолютно он ни в коем случае не сбавляет цену вот он пишет сказки старой бабушки совершенно гениальные вот 4 пьесы чтобы как-то где-то их опубликовать вот как раз в это время в Америке возникает вот эта вот жуткая инфлюенция которая напоминает наш коронавирус испанка 3 октября по новому стилю 18-го года совершенную панику нагнала на меня испанская инфлюенция до сих пор она для меня звучала как-то анекдотически с ее состоянием прострации хотя я о ней слышал еще в Японии но сегодня в газетах тысяча случаев в день в одном Нью-Йорке с 5-ти процентным смертным исходом в Нью-Йорке еще благодать а в других городах повальная эпидемия разлететься из большевизии в Нью-Йорк и скончаться от испанской инфлюенции какой сарказм о сарказмах мы еще поговорим говорят если сразу лечь в постель и пролежать неделю тогда ничего и главное не будет воспаления легких от которого большинство смертных исходов 4 октября ввиду отсутствия денег вечером я питался печеньями которые у меня были а сегодня поехал к Шиндлеру и получил чек на 116 долларов 12 октября переложил вальс продолжил вальс инфлюенция достигла 4,5 тысяч в день побаиваюсь купил пульверизатор для носа и сосновое масло целый день переписывал сказки 116 преступных долларов подошли к концу это значит он жил на эти 116 долларов 10 дней ну в общем довольно скромно вот в придачу прям тошнота слышать со всех сторон о своей знаменитости читать через день о себе в газетах и ждать что через 3 месяца будут у меня не десятки тысяч а просто тысячи долларов да эти же олухи сейчас вот был у Стали Стали это менеджер он кашляет как сумасшедший но говорит что температура нормальная и доктор сказал что инфлюенции нет я нюхал камфору чтобы дезинфицировать нос утром Сталь ходил к своему портному оказывается портной ночью умер от инфлюенции он пошел к другому портному тот тоже умер 15 октября Сталь лежит инфлюенция я боюсь что заразил меня 16 октября так и есть температура 98,6 по Фаренгейту то есть по нашему 37 немного повышенная кашель и болят ноги сидел дома если это инфлюенция то ничего не поделаешь надо терпеть и терпеливо переболеть поэтому отношусь философски кончил гавод к вечеру температура нормальная 17 утром чувствовал себя хорошо не инфлюенция 18 сегодня опять повышенная температура и ужасный насморк сижу дома и промываю нос устали кризис 104 градуса по Фаренгейту вообще Фаренгейт в своих огромных числах очень импозантен в городе инфлюенция слабее 19 23 инфлюенция не уменьшается вертится до 4-5 тысяч в день и на 800 покойниках есть случаи скоротечного характера в 12 часов готово дело крест говорят это разновидность легочной чумы нечего сказать приятное развлечение хотя у меня впечатление что приболев несколько дней назад я перенес пара инфлюенцию и теперь возможно застрахован от настоящей вот такие события с Прокофьевым происходили просто для сравнения это 1918 год постепенно ему делает заказ на любовь к Тринам апельсинам его положение энергичного талантливейшего человека ну как-то нормализуется вот и дальше в Америку приезжает Рахманинов вот сегодня не сочинял а днем был на концерте Рахманинова Карнеги Холл был набит снизу доверху и многие ушли не получив билетов программа нет Рахманинов продал свою душу черту за американские доллары вальсы Шопена рапсодии Листа вариации Моцарта собственная полька ужас вместо того чтобы играть по крайней мере три четверти из своих сочинений зато успех и много долларов я рад успеху нашего любимца и рад что разоренный большевиками Рахманинов отыграется на Америке но мне жаль что он разменивается на такую публичную программу вероятно в корне лежит не один практически расчет но и глубокое презрение к американцам в России он не сделал бы этого играл он хорошо но жестко и по-рахманиновски стиль который я субъективно не люблю но объективно оцениваю после концерта я зашел приветствовать его в артистическую которая была набита как церковь в пасхальную заутренню Рахманинов к удивлению долго не отпускал меня от себя с мягкой нежностью подрекал что я его не навещаю и сказал а я вас ждал я ответил с вшитливым удивлением неужели ждали он сказал утвердительно ждал меня очень порадовало его внимание вот отношения с Прокофьева и Рахманинов видите он забыл про эти колкости и когда еще в России Рахманинов послушал скифскую сюиту одно из самых таких левых авангардных сочинений Прокофьева он конечно сказал что оно Рахманинов что оно очень талантливо но совершенно неприемлемо в смысле стиля но все-таки он оценил Сергей Васильевич талант и мощь молодого Прокофьева конечно же вот здесь и потом в каких-то в других высказываниях они довольно много встречались с Рахманиновым и он кое-что даже хвалил из его сочинений таких вот авангардных Рахманинов то что тут не так все однозначно как мы привыкли думать в их отношениях как-то какой-то цитата еще наугад плывем на пароходе из Америки в Россию каждый день раскладываем пасьянцы какая идиллия Рахманинов показывал Прокофьева пасьянс которому его научил чехов друзья наша лекция затянулась давайте я прерву на полусловие такой любопытный рассказ и продолжим в следующий раз спасибо друзья всего доброго до свидания Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова